Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И, как всегда, к съёмке какого-либо видео меня подвигает моя дочь Даша. И сегодняшнее видео не исключение из этого правила. Тему она избрала для этого видео, не очень весёлого, надо сказать, о тюрьмах. Ни больше, ни меньше. Ну, как таковая тюрьма у нас, так сказать, их нет. Это так, в обиходе называемых тюрьмами. Это осуждено судом, кто или он намеряет наказание за совершение преступления, направляется в исправительные колонии, так они называются. И вид колонии назначает суд при вынесении приговора. В своё время их было несколько таких колоний. Это колонии общего режима, где содержались лица, совершившие преступления, ну, не то что малозначительные, средней тяжести, у которых срок наказания назначен судом не более пяти лет лишения свободы. Дальше идёт усиленный режим колонии, это содержащие за преступления, которые назначены наказание свыше пяти, но не более десяти строгого режима колонии, в который помещается для отбывания наказания лица ранее судимые и отбывавшие ранее срок в местах лишения свободы, и колонии особого режима. Особого режима, где отбывает наказание, признанное судом особо опасное рецидивисты. Для этого существует ряд, так сказать, параметров, по которым суд может признать преступивший закон, совершивший преступление особо опасным рецидивистом. Ну и есть колонии, так сказать, после введения моратория на смертную казнь, которым смертная казнь по приговору заменяется на пожизненное заключение. Это специальные колонии, именно там содержатся такого рода преступники. Есть колонии для лиц бывших работников правоохранительных органов, это работников полиции сейчас, прокуратуры, суда и так далее. Вот, есть еще и специальные такие, как мы их называем, штрафбаты, да, это лица военные, которые совершили преступление, ну, правда, не такой же бывшей чашести, будем так говорить, типа самовольной отлучки, дезертирства небольшого и так далее, и так далее. Соответственно, колонии мужские, женские и для несовершеннолетних, недостигших 18-летнего возраста на момент совершения преступления. Вот такого вида колонии. И, соответственно, отбывание в этих колониях содержания заключенных и так далее, они регулируются, естественно, законом специальный исправительный кодекс, сейчас он называется так, а раньше исправительно-трудовой, поскольку, как указано в руководном кодексе, что наказание, которое выносит суд, оно должно быть не только соразмерно с одеянным преступлением, но и, прежде всего, должно ввести к исправлению, так сказать, осужденного. Ну, знаете ли, не думаю, что лишение свободы, наиболее строгий вид наказания, соответственно, по закону. Так, историей считается, что самое строгое, что невыносимо для человека, это лишить его свободы, какой бы то ни было. Это вечер под надзором на весь срок доказания, много-много лет, возможно, ни шаг вправо, ни шаг влево и так далее, и тому подобное. Вот такого рода колонии. Как-то читала, не помню, писателя какого-то, проводившего исследования, и я согласна с ним, что вот эти вот колонии, ну, или в обиходе говорим тюрьм, да, они как бы слепок государства. То есть там присутствуют все институты власти, управления, хозяйства и так далее, и тому подобное. То есть какого государства, таковы и тюрьмы. Все порядки, которые там установлены, свои законы, надо сказать, что не только подчиняются кодексу, есть и положения особо об обдувании наказания, о действиях администрации, о правах опрятанности и так далее, и тому подобное. Есть, конечно, у них свои неписанные законы, извините, которым подчиняются, безусловно, и весьма жесткие, надо сказать. Доченька спрашивала, правда ли, что есть вот такие люди, над которыми измываются всяческих доводят, да, бог знает чего. Да, конечно, безусловно. И хотя они под надзором осуждены, не усыплены, так сойденные ножны, тем не менее находят, находят, так сказать, пути и методы, способы воздействия на тех, кто слаб, неугоден, кто не показался. То есть, как в известном анекдоте, да не нравишься ты мне. Вот поэтому только. Это касается, прежде всего, конечно, лица служебных за изнасилование. Как говорится, место им около параши только. И тут уж на ними измывается всяк, кому не лень. Как только его не тюкают, как только и не издеваются. А вплоть, естественно, да, как говорим мы, опущение. То есть, тут сексуальные отношения соответствующие. И у меня был один случай, молодой парень, покушение на изнасилование трёхлетней девочки. И уже будучи ещё только следственным изолятором, то есть следствие ещё и идёт, ещё и до приговора суда, через месяц было нормально совершенно, когда первоначально следственное действие проводило. Через месяц я вызываю и следственные изоляторы, и СИЗО, как мы говорим, для приведения очередных следственных действий. Всё. Человека нет как такового. Он совершенно ненормальный. Он затюканный, задрыганный настолько, что абсолютно психически больной уже стал. Вот за месяц сотворили с ним такое. То есть, методов и способов подобного рода воздействия там масса. И всегда найдётся сделать так, чтобы за это не понести наказание. Потому что в колониях, соответственно, тоже существуют свои наказания, как говорится, за нарушение порядка содержания. Различного рода нарушения. Всё это, естественно, указано в особом положении. За что, как и куда. Там существуют карцеры, ПКТ, помещение камерного типа, где порядок содержания ужесточён до невозможности. Есть. И ещё, как сами заключённые называют, крытка. То есть, это крытая тюрьма. Ещё более жёсткое помещение. И режим содержания там тоже ужесточён до... Просто до минимума настолько, что невыносимо. Потому что, вот, положим, в карцере я была в своё время в колонии. Ну, проводила следственные действия по делам. По прошлым делам, будем так говорить. До осуждения их, до помещения в колонию. Вот. Поэтому, вы, наверное, читали, и в фильмах показывают, что маленькая помещенница, очень аскетичная, так сказать, там только топчан, который поднимается. То есть, в 6 утра подъём, всё топчан, значит, убирается к стене. Ни стула там, ничего нет. Весь день ты обязан не присесть. Неприлично, естественно, за тобой бьят. И до отбоя, то есть до 10 часов, ты на ногах. Как хочешь, чем ты будешь заниматься, расхаживать по камере, либо там ещё чего-то, в пределах вот этого режима. Ну, и так далее. Естественно, всё подчиняется такому жёсткому распорядку, что каждое действие заключённого расписано от и до. Всё только по команде, по приказу. Никакой самодеятельности там не допускается, никаких лишних разговоров, либо там ещё чего-то. Я сама наблюдала в колонии, ну, куда я из больственного корпуса выходила, на территорию там. Вся территория колонии обычно поделена на зоны соответствующие. Всё это перегорожено, значит, сетками соответствующими, решётками. То есть вот жилая зона, только там, значит, они спят. Вот зона, так сказать, для приёма пищи, столовая, так называемая, строя, тюнь-тюнь, все одеты в чёрные, в кепочке, значит, форма с нашивкой, номер заключённого такового, ботинки соответствующие, вот такая вот униформа. И зона рабочая. Поскольку, значит, ранее культ из обезьяны подарил, сделал человека труд, то, соответственно, все заключённые обязаны трудиться. Конечно, это не так, как описано в ГУЛАГе, потому что там лесоповал и другие тяжелейшиеся работы, но условия содержания там были не в пример, не в пример, надо сказать, как вот в нынешнем, по нынешним временам. Я припоминаю одну у нас колонию, она считается красной. Вот среди заключённых, так сказать, делицы колонии по всему союзу раньше были раскиданы. У нас в Хакасии их целых четыре, включая колонию для несовершеннолетних была. Так вот, значит, зоны красные, то есть зоны, которые более-менее благополучные, где подавляющее большинство заключённых, ну, будем так говорить, не склонны к совершению правонарушений в пределах, то есть к бунту там какому-то и так далее и так подобное. Есть зоны иные, за которыми бьят и бьят, потому что, конечно, их раскидывают как-то, ставятся разжижить эту среду склонных к правонарушениям, преступлениям, их переводят другие колонии, как-то их разбавляют и так далее, но тем не менее. Вот этот вот красный зон, где, в общем-то, достаточно пристойно вся эта территория, ну, там вышки, значит, понятно, колючий проволок, проникнуть туда, там, в самую мне следователю, так сказать, пока туда пройдёшь через это КПП, подвергнешься досмотру и всякому несколько решёток, автоматически закрывающихся одни двери, прошёл другие, третьи, обыски, там, задача удостоверения, если оружие есть, телефоны и так далее, пока пробьёшься, знаешь, столько времени и все это нервы тратится на всё это. Так вот, весьма ухоженная территория, всё, конечно, заасфальтировано, чистота неимоверная, всё это чуть ли не зубной щёткой моется, все эти территории, но тем не менее, клумбы, так сказать, непременно, зелёное насаждение, достаточно красивое, и даже, можете мне поверить, впервые увидела, глазёнки вытрощила, зоопарк, знаете ли, небольшенький, правда, но там есть и птицы, вплоть до павлинов, и волки, и лисисы там, и прочие там, какие-то суслики, крыс, мыши, и вплоть до этого, кошки там имеются, ну, собаки, правда, только стражовые. Вот, то есть, как бы это должно благотворно влиять на исправление осужденных. Ну, не думаю, правда, что это сильно помогает, но тем не менее, условия... Ну, и условия содержания, конечно, с каждым годом, особенно в 90-х годах, когда объявилась там масса правозащитников, кричащих, везде верещащих, пишущих о невыносимых условиях, содержания заключённых, хотя на самом деле это не столь и худо по сравнению, может, с благами, с теми же, о чём я говорила. Но тем не менее, условия содержания, значит, они всё более и более, так сказать, становились мягче, от одежды, постельного белья, там, пищи, до свиданий, посылок, всё это становилось больше, то есть длительные свидания, короткие свидания, посылки такие, посылки-сяки, там, письма и так далее. Ну, и, как вы знаете, слышали наверняка, что психологи, значит, стали работать с заключёнными, священники теперь уже непременно посещают, часовеньки там открыли, или хотя бы где-то в комнате отдыха какой-то там, типа Алтая и так далее, беседы с онами и так далее и тому подобное. Ну, кроме этого, конечно, как говорится, воспитательная работа, так называемая, непременно всегда она проводилась специально на то, работники административные имелись, которые обследовали, которые взывали, кстати, к исправлению, что вот освободишься и на свободу чистой совести, и начнётся новая жизнь. Ну, увы, увы, увы. Как это не прискорбно, как это не прискорбно, любое наказание, оно человека озлобляет, ожесточает, он всегда считает, что он наказан несправедливо, ну и что, что украл, ну и что, что там напал на кого-то, ну и убил, так и сам напросился, ну нельзя же мне вот настолько лет, и вот так-то, и вот так-то, и вот так-то. А всё это, конечно, эта озлобленность, она всё больше увеличивается, в условиях лишения свободы, когда ты лишён всего и вся, и достаточно редко, достаточно редко, я знаю, о чём говорю, лица, которые освободились, действительно стали не нарушать закон и так далее. Как правило, львиная доля таких возвращается за совершение того или иного преступления. Ну, здесь, конечно, ещё и условия на воле имеют значение, потому что вот в советские времена, помнится, когда заключённый освобождался, значит, ему выдавалось на сумму денег на проезд, на обустройство, чего-то как-то, чего он там заработал за несколько лет лишения свободы. Ну, и существовала бронь, знаете ли. Да, на каждом предприятии существовала бронь на рабочие места. И когда он освобождается, естественно, отмечается соответствующим отделением милиции в то время, то, значит, существует специальный надзорный отдел за такими лицами, их направляет вот на забронированное ранее рабочее место. То есть человек более-менее обеспечен работой, там может какое-то общежитие, то есть жилевое и так далее, потому что не у всех остались родственники, у которых можно притулиться, семьи и так далее. Они зачастую распадаются, семьи такие за несколько лет. А с развалом союза, с демократией так называемой и так далее, как хочешь, так и вертись, куда хочешь, туда и иди. А на фоне той же безработицы, помните, в 90-е, когда и профессора, так сказать, академики спичками торговали и вынуждены были заниматься бог знает чем, потому что все закрывалось, все разваливалось, да и предприятия тоже много, не осталось практически ничего, то ты предоставил сам себе. Ну и куда бедному зеку податься, освобожденному, опять же, воровать, разбойничать и так далее. И возвращается все на круги своя, вот так. Поэтому я глубоко убеждена, что исправительные учреждения, какими благими намерениями не улучшали вы там отбывание наказания, увы, я считаю, что оно человека только ломает, она его корюжит, ломает, чисто психически, и достаточно трудно вернуться к нормальной жизни. То есть это, ну, трудно, трудно. Вот что касается рабочих мест, будем так говорить, средств на содержание заключенных тратится достаточно много государственных, конечно, потому что их целая армия, этих заключенных, в свое время была, как говорится, полстраны сидела, и средств на это требовалось немало, хотя и в ужасных условиях содержались. Вот. Ну и в советские времена, а дальше больше, потому что преступность, к сожалению, растет, увы. Поэтому наполняемость колонии увеличивается, увеличивается. Я уже как-то говорила, естественно, в инцилляторах даже, поскольку они остались темы, хотя там пристройки какие-то делают, их все равно не хватает, не хватает. Каждым годом наполняемость колонии все больше и больше, вплоть до того, что в камерах, в которых должно содержаться, положим, 50 человек, содержится 200, 300, а то и более. Поэтому не только там прилечь, по очереди спят, а сидеть-то, извините, негде. И вот такая вот скучность. Все это, конечно, не есть хорошо. Это я о чем говорю. Понятно, что, коль целью ставится исправление, поэтому, кстати, человек должен трудиться. А на фоне безработицы и так далее, то есть, когда дефицит всего и вся, и негде взять и сырье, где бы там чего-то было, хочешь не хочешь, а, так сказать, придумывай чего-нибудь, то есть, это хозяйственное проделение, изворачивайся, ищи. И в свое время, чего не было, конечно, никогда, ну, раньше там женщины шили там халаты, рукавицы, в колониях там какие-то стесарные работы, токарные, блогинские и так далее, какие-то поделки. Потом они стали более такими, цивильными, будем так говорить. Я в свое время, когда я работала в колонии по нескольким делам, как-то им показалось, чем-то я им поглянулась своим отношениям, или чем, мне заключенный выточил вот такую вот шкатулку, знаете ли, такая вот роза с шипами, с листочками, и все это, ну, такая симпатичная, вот такая симпатичная подарили. Вот такого рода поделки. Такие столярные изделия, не только грубые какие-то, но и более изящные. Я сама когда узнала, что в одной этой колонии занимаются изготовлением из дерева приличных, а в те времена ничего не было, как вы помните, 90-е годы, вообще ни мебели, ни одежды, ни обуви, ни ничего. И как раз потребовалась мне кровать, так сказать. Меняла диван, на котором мы спали в свое время. Да, мне сделали кровать по французскому проекту, ни больше, ни меньше. До сих пор она жива. Ну, правда, несколько полмалось, чуть-чуть так, а так вид у него вполне пристойный, деревянный, с режными всеми этими балясками, столбиками и так далее. Из мрамора, например, изготавливали различные, ну, и памятники в те времена, конечно, это сейчас их прути бери не хочу. А из мрамора тогда вот с Саеноборским мрамором завозили памятники. И я, когда у меня умер муж, Сарство Небесное, то я вот договорилась, заказала ему мраморный памятник. Так на воле нигде не добудешь. Стали заниматься СТО, тогда еще были не распространены совершенно, их не было чуть-чуть. Даже СТО открыли, и я не... Не то, что я вот заказывал это, пользуясь в велосипедном положении. Нет, это доступ с воли, значит, принимают заказ в администрации, и там тебе чего-то делают. Вот, и поэтому ТПСТО, кузовные работы, у племянника разбил машину, мы заказали, отогнали машину в ремонт. То есть худо-бедно каким-то макаром старались выживать. И занимаются вот тем... Ну, они, конечно, ДОСК там организовываются, поскольку все это должно способствовать исправлению. Типа художественный самодеятель, вспомните, Калина Красная, вот эта щипательная песня «Вечерный звон» из той оперы, да, там песни, пляски, так сказать, театральные постановки и так далее, все это присутствует в библиотеке и так далее. То есть, хоть он небольшой ДОСК, но тем не менее, не знаю, как бы должен способствовать поднятию духовности и исправлению человека. Вот, пожалуй, и все, наверное, что хотела рассказать вот так вот вкратце об этой печальной теме. Затем до свидания. Всего доброго.